Хоть эта губка и бестолочь, он неоднократно нас кошмарил. Добро пожаловать на WatchMojo и сегодня мы обсудим топ 10 раз, когда губка Боб провоцировал кошмары. В этой подборке мы собрали все моменты из губки Боба квадратные штаны, которые просто пробирают до мурашек своими жуткими образами, а в нашем телеграм-канале мы собираем смешнявочки всякие. Заходите, ссылка внизу. Номер 10. Этот мерзкий палец. Заноза. В этой серии у губки Боба инцидент на работе. Он загоняет острую занозу в большой палец. Это не самый страшный момент, но он все-таки получил дурную славу, так как вызывает омерзение у зрителей. Просто гляньте, как большой палец губки Боба превратится из большой красной раны в обширную гнойную инфекцию. Доходит до того, что мистер Крабс вытаскивает занозу и получает фонтан гноя. Те, кто смотрел эту серию впервые перед сном, наверняка думали, что, черт возьми, мы только что увидели в детском мультике. Это даже хуже, чем когда Сквидвард сорвал ноготь на ноги. Номер 9. Милый клубок травм. Друг для Гэри. В этой серии целая россыпь недочетов. Удивительно пофигистический губка Боб, непрерывно мрачный сюжет, но хуже всего визуальный ряд. Губка Боб приносит домой нового питомца и друга для Гэри, и тут внешне очаровательное существо превращается в злобную тварь. Сначала он был немного более чокнутой версией милого себя, но к концу серии он превратился в какого-то демонического монстра, которого ожидаешь встретить у Лавкрафта. Да, именно поэтому мы предпочитаем собак и кошек, и, может быть, парочку хомячков. Номер 8. Зомбированные крабсбургерами люди. Крабсбургер, который съел бикини-ботом. Слышали фразу «Ты то, что ты ешь». Что ж, губка Боб воспринял эту фразу слишком буквально и полностью изменил наше восприятие крабсбургеров. В серии наглядно показали, как обитатели бикини-ботом медленно превращаются в зомби-гибриды подводных бургеров. Что происходит? Номер 7. Липкий ужас. Подарок друга. В честь Дня лучших друзей Патрик дарит губке Бобу величайший подарок. Огромный комок жевательной резинки, покрытый волосами, грязными носками, старой пиццей и кучей другого мусора. Этот губок губок – это моя любимая позиция. И я его даю к моему лучшему другу на день «Бест Френдс Дэй». Поначалу это просто гигантский клубок ерунды и непоняток. Но как только друзья расходятся, происходит кое-что такое, что реально пробирает до дрожи. После того, как губка Боб оставил комок жевательной резинки в доме, оттуда вылезла пара трусов и закричала «Ты не Патрик!» Отвратительный и жуткий образ, который мы никогда не сможем выбросить из головы. Номер шесть. Стремные мемные лица. Застывшая гримаса. Да что такое с этими сериями, которые пытаются нас запугать или вывести из себя? Как будто ультрадетализированные монстры и инфекции не особо впечатляют, сериал поднял градус жути на новый уровень и попытался сделать все это забавным. В этой серии у губки Боба и Патрика парализуют лица после кривляний и изображений кошмарных версий мемов со злобным лицом. Речь идет про кривые зубы, жуткие глаза и кровеносные сосуды, и вы все это время наслаждаетесь отвратным боди-хоррором. Похоже, что сценаристы либо не поняли, почему мемы с гневным лицом такие угарные, или же они ненавидели их настолько, что попытались вызвать к ним отвращение. Номер пять. Розовая шляпа. Страшные штаны. Да, даже в старых сериях есть несколько странных и тревожных моментов, вроде оригинального хэллоуинского выпуска. Обитатели Бикини Ботом не считают губку Боба страшным, поэтому он отправляется к Патрику за помощью. Друзья решают побрить губку Боба, чтобы тот больше походил на привидение. И только когда летучий голландец снимет костюм призрака с губки Боба, мы видим, что произошло на самом деле. Оказывается, толстяк морская звезда слишком сильно побрил своего губчатого приятеля. Похоже, он вообще не вдупляет, когда остановиться. Номер четыре. Я ждал тебя, Патрик. Обломные каникулы. Обломные каникулы прославились из-за странного момента между двумя лучшими друзьями. Губка Боб вынужден взять отпуск, пока Патрик подменяет его в Красти Краб. Но Спанч Боб начинает думать, что Мистер Краб пытается заменить его, поэтому и планирует избавиться от своего лучшего друга и вернуться на работу. Когда Патрик приходит домой, губка Боб уже сидит в темной комнате, поворачивается и произносит. Я ждал тебя, Патрик. Кажется, кто-то в Никелоде он смотрел слишком много слэшеров и психологических хорроров. Номер три. Гарри рубленое мясо. Ночная смена. Возможно, это одна из самых жутких серий Губки Боба. В этой серии хоть отбавляй ужасающих образов. Начиная с истории Сквидварда про страшного убийцу, до скользких стен и загадочных звонков, все уже конкретно напугались еще перед появлением Гарри. Я не знала, что боссы ромали. Они не знают. Ну, они уходят куда-то. Скрытая, сгорбленная фигура с лопатоподобными руками нагнетает напряжение, и что же случится со Сквидом и Губкой Бобом? К счастью, это был лишь подросток в поисках работы. А насчет того мигающего света, то это не что иное, как... Носферату? Ладно, эта серия просто странная. Номер два. Кропаль Перебор. Призрачный хозяин. Когда летучему голландцу понадобилось отремонтировать свой корабль, он стал зависать дома у Губки Боба и продолжил травмировать парня всевозможными способами. Что ты делаешь в моем доме? И только мы расслабились, что не может быть хуже, Голландец начинает разгоняться к середине серии. Пока Губка Боб занимается телами, из-под пола вылезает Голландец в образе злобного гуля, гигантского насекомого или червя-ребенка, блюющего клоуном. А в конце человеческая голова превращается в Губку Боба, у которого вползли глаза, а по телу шастают пауки. Что ж, вот 20 секунд потенциальной невинности, которую больше не вернуть. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашему номеру один, вот еще несколько достойных упоминаний. Превращение Губки Боба. Я был подростком Гэри. Бесконечные звери-пожиратели. Дикие друзья. Кошмар про домашнее задание. Прокрастинация. Дудл, я Губка Боб. Каракуля. Бургер, за который стоит броситься. Противная Петти. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Кроненбергский монстр на дне океана. Сквид Боб Тентакл Пент. Это просто мерзко. В этой серии Губка Боб и Сквидвард попадают в переделку из-за одного из изобретений Сэнди, и они все сплавляются воедино. Да, это действительно странно, но худшее еще впереди. В конце серии Сквидвард неправильно использует еще одно изобретение Сэнди, и все остальные жители теперь тоже сплавлены в кучу. А перед демонстрацией мутаций нам показывают Сквидварда у психиатра. Это все начало, когда я родился. Отвратительный, мучительный, гнилой, напряженный, отвратительный эпизод. Здесь нет ни капли позитива. Ах да, они сделали это снова в серии «Учительские вредители». Никелодеон, нам нужно серьезно поговорить. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»